Первые шаги к Великой Победе были сделаны именно здесь, на священной земле Брестской крепости. И именно здесь, в предрассветной тишине мирных лет, каждый год утром 22 июня проходит митинг-реквием, на который приходят, чтобы почтить память павших людей разных возрастов, военные и гражданские, с разных городов и разных государств. День начала войны для каждого присутствующего – день памяти и скорби. Мы, конечно, помним все эти события и приехали, мы не могли не почтить память погибших наших предков и поддержать, конечно, как мы видим, что сегодня происходит, и поэтому добро должно победить зло. Никто не забыт и ничто не забыто. И вот это, наверное, основное впечатление. Конечно же, реалии сегодняшнего дня накладывают отпечаток и на сегодняшний день. То есть это попытка переписать историю, попытка разорвать страны, разорвать народы, разорвать нашу веру. Я думаю, что то, что сегодня происходит здесь, на Брестской земле, на земле Беларуси, это очень правильный ответ на все эти попытки. Потому что мы точно ничто не забываем и мы точно ничего не прощаем. Очень приятно, что такая память об тех людях, которые не дожили до этого. И мы тут со слезами, как песни поются, вспоминаем этих людей и никогда не забываем эту войну. Пока живу будем, конечно. Но мы это прошли и знаем, что такое эта война. На митинге «Реквими» 2015-го собралось порядка 7 тысяч человек – белорусцы и россияне. Посланцы Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Пскова и многих других городов. Украинцы, гости из Казахстана и Японии, Австрии. Все они молчаливо толпой шли, стараясь впитать в себя тишину крепостных валов. Шествие возглавил руководитель Брестской области Анатолий Лис, ветераны Великой Отечественной войны, представители делегации дипломатических миссий, депутаты палаты, представители Национального собрания Республики Беларусь. В это же время предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл в Свято-Николаевском гарнизонном соборе провел патриарший молебен по всем погибшим. Четыре часа утра. Небо над пограничным Брестом разорвали вспышки оружейных залпов и канонады. Так начиналась война в 1941-м. Тетрализованное действие, развернувшееся на площади церемониалов, потрясает своим эмоциональным накалом. Все кажется таким реальным. Но это было. Это никогда не должно повториться. Не должны звучать раскаты взрывов. Не должны гибнуть дети, женщины и старики. Не должно быть войны. А для того, чтобы это не повторилось, мы должны помнить. Ведь память – основа истории любого государства. А память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы. Красота церемонии делает традицию торжественной. Я очень чувствую ответственность за то, что они сделали. И я приехал для того, чтобы почтить память, вспомнить. Я люблю вспоминать тех людей. Мне жалко тех людей, которые отдали за родину жизнь свою, потому что их уже не вернуть. А память всегда останется, и она всегда будет. Благодарность нашим предкам за светлое небо над головой – это такая малость, как для каждого человека. Но в связи даже с тем, что происходит на Украине, мы ценим и благодарим наших предков за то, что мы живем в такое спокойное время. Я каждый год почти здесь проезжаю, ископленно проезжаю сюда. Постоянно обязательно только, конечно, дань памяти, поклониться им, поблагодарить их за все, живых и мертвых. Обязательно только дань памяти. Лезящие белые шары, как души погибших, медленно парят в предрассветном небе над цитаделью. Солдаты Брестского гарнизона на БТРе едут опускать цветы в воды Буга. Памятные ленты кладутся на гранитные плиты, возлагаются венки к вечному огню. Это молчаливое «Мы скорбим и мы помним», и память эту не перекроить. Она передается от старшего поколения к младшему. Это зов памяти. Здесь, в Брестской крепости, в первые часы войны начала коваться победа. Сегодня мы все вместе скорбим о миллионах войнах, чьи жизни оборвали вражеские пули. Мы скорбим о сотнях тысяч детей, женщин и стариков, которые погибли в концлагерях и умерли от голода. Мы скорбим обо всех, кто погиб в ту страшную войну, кто вынес на своих плечах победу, но умер от ран и болезней. Мы с благодарностью склоняем головы перед их памятью. Великая Отечественная война показала, что лишь тот народ непобедим, который готов сражаться за свою землю до конца, как это делали наши отцы и деды. Мы никогда не забудем подвиг защитников цитадели. Он всегда останется образцом верности, героизма и безграничной любви к своей родине. Уважаемые друзья, память о тех военных событиях является поистине всенародной и не имеет национальных и государственных границ. К тому подтверждение тысячи людей, которые ежегодно приезжают в Брестскую крепость с разных стран мира, чтобы отдать дань уважения погибшим героям. Присутствие на митинге реквиями патриарха носит для предстоятеля Русской Православной Церкви глубоко личный характер. У этих стен в первые дни войны сражался его родной дядя. В семье долгое время считалось, что он пропал без вести, но впоследствии выяснилось, что погиб. Выступая перед собравшимися, патриарх всей Руси подчеркнул, что защитники Брестской крепости, ставшие первым пунктом обороны в Великой Отечественной войне, явили образ единства. И в нашей жизни должно быть нечто, что связывает нас не менее прочно, а в каких-то случаях и обстоятельствах более прочно, чем родная кровь. Мы все, все с вами одна семья. И не только потому, что в нас течет кровь, восходящая к нашим предкам, но и потому, что мы прожили одну историю и радости, и скорби. И как поделить эту историю, как разделить крепость Брестскую на какие-таки секторы, где мы в соответствии с национальными предпочтениями осуществлялись те или иные церемонии, есть вещи неделимые, как в идеале неделима человеческая семья. И вот эта героическая защита Брестской крепости являет нам символ единства, образ единства и способность совместно преодолевать смертельную опасность и побеждать. Потому что защитники Брестской крепости победили врага. И именно поэтому мы сегодня стоим здесь, конечно, со смешанными чувствами боли за всех тех, в основном молодых людей, которые погибли в первые дни войны. Но одновременно с какой же гордостью и с каким чувством трепета мысленно склоняешь голову перед этим подвигом, сознавая его значение для самого себя, для каждого современного человека, будь то белорус или россиянин, украинец, для каждого, кто является наследником великого прошлого. Я от всего сердца желаю мира и процветания всему нашему народу, вне зависимости от национальности. Народу, который вышел из единой купели Крещения, который сегодня живет в разных суверенных государствах, суверенитеты которого признаются и уважаются всеми. Но народ с его судьбой, с его историческим путем, это наш народ. Из-за него проливали кровь герои крепости. И дай Бог мира и процветания нашему народу. Дай Бог процветания Бресту, белорусской земле, земле российской, земле украинской и многим-многим людям, которые по духу наши братья и сестры. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Советский народ, сильнейшая держава, Советский Союз понесли самые большие людские потери во Второй мировой войне. Она разрушила тысячи жизней, она не дала сбыться сотням грез и желаний. Главный урок войны, научиться ценить мир, был получен слишком дорогой ценой. И львиную долю этой цены заплатили своей кровью известные и безымянные герои Брестской крепости. В памяти павших будьте достойны.